Услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним всегда были в числе наиболее востребованных. Раньше их оказывали только в кадастровой палате. Однако с 1 октября прием в порядке живой очереди здесь был прекращен. Его перенесли на площадку Одинцовского многофункционального центра. Нагрузка на операторов МФЦ сразу резко выросла, и руководство немедленно приняло меры по снижению напряженности. Мы предприняли меры для того, чтобы снять нагрузку с нашего многофункционального центра. Путем открытия дополнительного офиса в Ново-Ивановском муниципальном образовании на улице Агрохимиков, дом 2. Также у нас планируется с января месяца открыть два окна МФЦ по приему документов на регистрацию права в кадастровой палате. Это улица Агрохимиков, дом 6. Дело в том, что при оказании услуги по регистрации прав на имущество и землю на одного посетителя уходит минимум полчаса. Если же вопрос связан с ипотекой, то и того больше. В каждом случае приходится сканировать десятки, если не сотни страниц. При этом в МФЦ действует принцип экстерриториальности. Сотрудники Одинцовского центра имеют хорошую подготовку и к нам на подачу документов едут со всей области. Поэтому скорое открытие специальных окон в кадастровой палате – шаг необходимый и своевременный. Фактически на 30 окон Одинцовского МФЦ нагрузка 52-53 заявителя в день, она очень большая. И приходится ждать, сидеть, ожидать в больших очередях. Ну и также хотелось бы напомнить, что для оказания этой услуги было бы неплохо, если бы заявитель заранее подготовился и подготовил пакет документов. Перечень документов можно взять на нашем сайте и также на портале государственных услуг. Также в МФЦ напоминают заявителям, что услуги по регистрации права доступны не только в самом центре, но и на региональном портале государственных услуг. Доступны они по-прежнему и в областной кадастровой палате, но уже не в порядке живой очереди, а лишь по предварительной записи. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.